Так, спротивала. Тетяна, у вас виключен мікрофончик. Спасибо. В чаті я прочитала, що більшість хочуть слухати вебінар на російській мові. Саме тому я переходжу на російську мову і ми починаємо наш вебінар, який касається мониторингу і оцінки в цикле, в принципі, стратегічного планировання і в організаціях общественних, які предоставляють соціальні услуги. Прежде чем починаємо свій вебінар, я хотіла б з вами познакомитися, представитися. Мене звути Тетяна Пилипенко. Я маю достатньо длітельний опит роботи в общественній організації, який називається «Дорога к дому». І с 2018 року я являюсь спеціалістом по мониторингу і оцінки программ, проектов фонда «Дорога к дому». Поэтому сьогоднішній вебінар, тема нашого вебінара, як я вже говорила, – це мониторингу і оцінку. Прежде чем начать свій вебінар і говорити про те, що таке мониторингу і оцінку, мені хотілося б дати определіння проєкту і програмі. Якщо ми говоримо об оцінці і мониторингу, то в рамках проєкта, то определіння проєкта є ограниченна в определенні рамках деяційність, которая направлена на создання якогось уникального продукта чи услуги. Программа отличається немножко тем, що це совокупність взаємозв'язанних мер, мероприятий, дійсві, які направлені на дістіження єдиной цели, рішення єдиной проблеми. І основними характеристиками проєкта є запланировані змінення, проєкт має определенну конкретну цель, включає взаємозв'язані види деяцій, виповняється в определенній послідователісті. Проєкт ограничений зарані зі определенними ресурсами. Проєкт выполняється за определенне ограниченне бремя, і така характеристика проєкта, як новизна, унікальність і нерутинна робота. Кокові основні модели проєкта? Существує проблема, на яку направлені наші інтервенції, направлені на наші дістія, і наші дістія направлені на рішення определенной проблеми для дістіження определенной цели. На протяженні дістія проєкта у нас включен мониторинг і оцінка в процес реалізації, в рішення цієї проблеми. Єстественно, є такі фактори, які включені в процес. Це і чоловічі ресурси, це і технології, матеріалі, оборудовування і среда. Кокова ж ж логика проєкта? Основною логикою проєкта є стратегічна цель і мисія. В принципі, можна сказати, що мониторинг і оцінка применяються не тільки в логіці проєкта і программи, але ще і для розвиті організацій, до нових організацій, і тех організацій, які мають опит роботи для обновлення своєї дісті. Стратегічна цель і мисія – це то, ради чого притримується проєкт. Все, що робиться і направлено на те, щоб зробити вклад в реалізію мисії. Цель проєкта – цель, результат, який має бути дістігнут проєктом. Цель действий і задачі – це то, що десь стати непосреднім результатом дійси в рамках проєкта. Дійси, які ми притримуємо – це що ми робимо для рішення задач проєкта. І, звісно, ресурси – це що необхідно для осуществлення запланированних дійсів. В кожному проєкте, в кожной програмі, в кожной організації существує жизнений цикл. І на цьому слайді ви, звісно, виглядете, як він відбувається, цей цикл проєкта. І починається все з оцінки потребностей. То є є потребність в реалізіцій якого-то проєкта, поставленного для дістіження якого-то определенних целей. І ми, звісно, оцінюємо ці потребности, создаємо дизайн проєкта. Ми планируємо цей проєкт посредством і інструментами такої логічної таблиці і індикаторів. Об цьому я розкажу немножечко позже. На протягомі виконання проєкта ми, звісно, планируємо план мониторингу і оцінку. Таблицю індикаторів, посредством яких ми будемо змерювати наші результати. На протягом длітті проєкта, деятелість, його реалізація, ми проводимо мониторинг і проміжуточну оцінку. Проміжуточна чи годова оцінка може бути виконана як в начальні проєкта, як в середі проєкта, і вже по окончанню, то є зазмерити результаты, наскільки вони достижимы, наскільки ми достигли целей, поставленних в нашому проєкте, в нашій програмі і для стратегії, стратегічного планировання організації. Фінальну оцінку ми робимо по завершенню проєкта. Естественно, ми извлікаємо уроки, благодаря оцінці, проблеми, лучші практики, рекомендації, рефлексіруємо і розпространюємо результаты для виконання уроків. Дальше на протягом круговорот, і на протягом круговорота жизненого цикла проєкта нашого ми постоянно проводимо мониторинг проєкта, делаємо отчетності, рефлексіруємо. І заново починаємо оцінювати наші потребности, і розвивати в дальнішому, на протягом определенного часу, якісь інші проєкти, направлені на підтримку, на підтримку на підтримку, наприклад, в соціальній сфері чи розвиті організації. Що таке мониторинг і оцінка? На цьому слайді ми видим, що такий автобус – це наш проєкт, наша програма, в якій ми запустили її, ми їдемо в неї, в неї різні люди, це і управленці, це і люди, які реалізують цей проєкт, це і донори, це і представітелі господарських учріждень, це і сотрудники, які впливають на те, як і куди відбувається наш проєкт. Тому дуже важливо я зараз розкажу про те, що таке мониторинг, що таке оцінка і як нам правильно привести к цели наш автобус, посредством використовування таких інструментів, як мониторинг і оцінка. Чому ми мониторинг і оцінку? Ні одна програма, ні один проєкт не буває абсолютно хорошим і абсолютно плахим, і мониторинг допомагає нам понять, що роботає, а що немає. І циклический, цей жизнений цикл проєктів і программи – це процес накоплення знань, і с кожним циклом, цикл може бути на протяжі полугода, года, два року чи нескольких років. Ми стараємося достичь лучшого понимання, тому ми можемо добиться лучшого планировання, більш ефективного і действенного осуществування, достиження лучших результатів і більшого роздіщення. Ну, почнемо с мониторинга. Я хотіла б показати вам і розказати, дати базове поняття ось, що таке мониторинг. Мониторинг – це постійне відслеження хода робот в рамках проєктів, программи і організи. І це постійне відслеження хода робот необхідно нам для сравнення текущого состояния дел, фактических дел з запланированими результатами. Це, естественно, систематичний збор інформції в ході робот, в рамках мониторинга і свого роду сканировання ситуации. Проводиться як рутинна процедура, предназначена главним образом для того, щоб своєвременно виявляти отклонення від намечених планов. Вот у мене такая картинка, да, і по неї видно, що ми достаточно довго, два барашка, да, і волки там ззади стоять. І ми достаточно довго кормили, да, наших барашков, безконтрольно, і не пора ли нам приступити к мониторингу эффективності їх діяльності, то есть що с ними надо, нужно дальше делать. І смысл мониторинга заключається прежде всего в тому, вот на цій картинці видно, що у нас є наш кораблик, наш проект, наша программа, или наша організація, да, стратегія. Которая знаходиться в пункте А, да, це вот начало нашого движення, і пункт Б – це достиження наших целей, да, і віддіювання по дорогі нашого корабля, і ми не дознано відклінитися ні вправо, ні влево, ні вернуться, наприклад, в пункт А, а дійти до пункта Б, достигаючи наших желаємих результатів, достигаючи наших желаємих целей. На які самые главні вопросы отвечає мониторинг? І дає ответ конкретно на два вопроса. Як ідуть дела, і в якій мере виконяються плани нашого проекта, нашої программи. Основні компоненти мониторингу – це наші показатели і індикатори, да, вони бувають базові, планові, цілеві і фактичні. І второй компонент мониторингу – це організація регулярного сбора фактических показателей, наших індикаторів. Сопоставлення планових і фактических показателей і определення здвигів і відклінень від наших показателей і індикаторів. Вот на цій картинці можна увидеть то, для чого нам потрібен мониторинг в управліні. Ми сподіваємо розібратися, куди ми їдем, за чим ми їдем, а потім управлять нашим проектом, нашою программою, достигати желаємих результатів в розвиті організції чи, наприклад, в розвиті і дістіження цілів проєкта. Для чого мониторинг в управліні? Мониторинг в управліні – це процес установленого збору інформації по всім аспектам проекта і программи. Мониторинг обеспечиває руководителю інформацію, необхідні для анализа ситуації, определення проблем і нахождення путей рішення, соблюдення плана виконання проєкта, змерення прогреса в виконані поставленних задач і формулировки, просмотри будущих целей і задач, і постановці целей і задач в дальнійшому, прийнятие решення збору інформаційних і матеріальних ресурсів в дальнійшому. Главна ціль мониторинга – це повищення ефективності управління і улучшення деятельності проєкта, программи і стратегії організації. На цій картинці видно, як управлінці управляють полетом збору інформаційну. І в цьому процесі, збору інформаційні багато членів організацій, які реалізують проєкт, яка є управлінцями, і має можливість достатку наших целей. Задачі мониторингу Основними задачами мониторингу є определити стане достиження запланированних целей чи наших ожідаємих результатів, уточнити чи перечінь роботи ресурсного обеспечення проекта, программи, з целью уточнення плана їх выполнення чи перепланировки, змерити і уточнити основні показатели проекта, программи чи стратегії, відслідити змінення в значимому середі проекта, программи, включая нормативно-правовую базу, проверити состояние фінансування проекта, программи і эффективність використовування цих средств. Ну і, естественно, наверно, конечним результатом, конечнаю задачою є підготовка отчета для підготовлення її общественності, донорам нашим, що ми достигли, яким путем ми це зробили, і які у нас є результаты. Що нам дає мониторинг? Заставляя бути дисциплінированими, відповідальніми, ті, хто отвечає за ті і іні етапи роботи, і зрываєт виконання запланированних результатів. Це допомогає сняти відповідальність і оправдати тоді, коли не по вашій віне відповідальні невыполнення запланированних результатів. Це можуть бути якісь форс-мажорні відповідальні чи відповідальні відповідальні зрусів. Це якісь фактори, на які ми не можемо повлияти. Основными функціями мониторинга є сліження. Основною целью сліження є виявлення відповідства з желайному результату. І безп… Прізупів anglesеління… которые могут возникнуть в период реализации нашего проекта, нашей программы. Есть два основных типа мониторинга. Это мониторинг ситуации и мониторинг процесса. Основными уровнями мониторинга является... В принципе, мониторинг — это непрерывный процесс, и система его должна быть разработана еще до начала работы проекта. Работа по мониторингу должна быть внесена в рабочий план проекта. И первый уровень мониторинга осуществляется персоналом, который работает над проектом или программой. Менеджер отвечает за мониторингом персонала и работы, которую он выполняет, а руководитель отвечает за мониторинг всех аспектов проекта или программы. Второй уровень мониторинга осуществляется донором или заинтересованными сторонами. Каков надзор и деятельность по мониторингу и оценке? Есть такой подход марка Сигоне. Вот мы видим на табличке, на этом слайде, где организация. И пять основных компонентов — это мониторинг, это отслеживание хода работ, это исполнение, это оценка, моделирование исследования, нарушение инспекции, надзор, аудит. Все эти компоненты непосредственно взаимосвязаны для того, чтобы можно было сделать качественный мониторинг и оценку развития организации, проекта или программы. Каковы же компоненты мониторинга и оценки в управлении проектом? Прежде всего, вот в нашем слайде мы видим, что есть прямая, она у нас в разные стороны идет, это контроль и получение нового знания, это основной этап, который распределен на инспекцию этого явления и предотвращение нарушения, это аудит, проверка на соответствие, мониторинг, отслеживание хода программы по сравнению с планом на основании замера значений показателей и индикаторов, оценка, анализ процесса выполнения программы достигнутых результатов и причин отклонений от плана. И, естественно, исследование, это получение нового знания или моделирование нашей деятельности. Этот блок, о котором я рассказала, это блок, который касается мониторинга. А теперь перейдем к блоку, который касается оценки программ и еще раз, что такое оценка программ. И я еще раз вот на этом слайде уделила внимание на то, что мониторинг — это процесс, который включает регулярный сбор и фиксацию данных. Но оценка немножечко отличается от мониторинга тем, что это систематизированное исследование ситуации процесса реализации программы и ее результатов с целью разработки проектной деятельности, создания рекомендаций по улучшению работы, оценки ее эффективности и результативности. То есть оценка, если мониторинг — это постоянный процесс, который включает регулярный сбор данных и фиксацию, то оценка, она может быть эпизодической. Она может быть как на начальном этапе проекта, да, для написания проекта, написания программы, для стратегического планирования организации. Посередине запланированного реализуемого проекта программы и также и в конце. Такая оценка может проводиться, я еще дальше скажу, конечно, об этом, может проводиться и после реализации проектной деятельности, какой-то программной деятельности. Что такое оценка программ? Я уже сказала, что это систематизированные исследования ситуации, и вот на этом слайде есть некоторые тезисы, такие короткие тезисы, что такое оценка, что такое оценка, например, по мнению разных специалистов разных стран. Оценка есть определение достойностей или ценностей. Это Мишель Скривин. Цель оценки – измерение результатов программы и сопоставление их с задачами, которые эта программа должна решить. Это Карл Уэйс. Оценка – это системный путь к улучшению программы предоставления информации о результатах публике, которая предполагает использование процедур, следующих стандартам полезности, выполнимости, этичности и точности. Моя презентация будет доступна, и вы можете перейти по ссылочкам или посмотреть наших специалистов по мониторингу и оценке и более подробно прочитать их тезисы, их комментарии по поводу, что такое оценка программ. На какие вопросы отвечает оценка… На какие ответы… Какие дает ответы на четыре основных вопроса оценка? Правильные ли вещи мы делаем? Первый вопрос. Второй ответ. Второе. Правильно ли мы их делаем? Что у нас получается и почему? Как можно это сделать лучше? Кому нужна оценка программ? Оценка программ, в принципе, нужна в организации для разного круга сторон. И это так же, как и доноры, финансирующие стороны. Это органы власти, это социально ответственный бизнес, это непосредственные исполнители программ, которые работают с клиентом, это академические институты, проводящие исследования, это непосредственные получатели услуг, и, естественно, это широкая общественность. И я бы добавила, наверное, еще один пункт, кому нужна эта оценка. Это, конечно, громада, да, наше население, может быть, для кого будет интересно увидеть результаты. Что такое оценка программ? Оценка программы или проекта – это систематический сбор информации, деятельности в рамках программы или проекта, ее характеристиках и результаты, которые проводятся для того, чтобы вынести суждения о программе или проекте, повысить эффективность программы проекта или разработать планы на будущее. Перейдем к видам оценки. И мне хотелось бы рассказать о видах. Это есть формирующая оценка. Формирующая оценка призвана помочь менеджерам программы при принятии решения о том, какие изменения необходимо внести в программу, на какой стадии ее реализации. И все эти формирующие оценки дают повышение эффективности в реализации программы или проекта. Оценку в задачи, которая входит в исследование конечных результатов и эффективности программы, называют общим термином суммирующая оценка. Такие виды оценки, как формирующая оценка и суммирующая оценка, имеют американский подход. Сейчас на этом слайде мы рассмотрим виды оценки в проектном цикле. Есть формирующая оценка, есть суммирующая оценка. У нас есть начало проекта и поставленные четкие задачи. И есть окончательный финальный проект, финальная точка проекта, где мы должны достичь определенных результатов. И на протяжении деятельности проекта мы делаем как формирующую оценку, так и суммирующую оценку. И по завершению мы видим, достигли ли мы наших результатов, достигли ли мы наших целей по завершению этого проекта. И как мы дальше идем, есть ли влияние нашего проекта на поставленные задачи в начале и изначально в проекте. Это европейский подход, о котором сейчас я говорю. И мы двигаемся дальше. Теперь немножечко про формирующую оценку и про суммирующую оценку. Формирующая оценка – это оценка потребностей прежде всего. Оценка потребностей выявляет существующие потребности, располагает их в порядке приоритетности. Оценка процесса ставит своей целью написание того, как в действительности функционирует та или иная программа. Оценка целей и задач помогает определить, ведет ли программа к достижению запланированных целей и задач. Формирующая оценка на старте отвечает на четыре вопроса. Кому нужно и зачем, и за какие деньги. То, что мы будем делать, то, что мы будем предпринимать на протяжении деятельности, реализации нашего проекта. Что для этого сделать нужно и сколько может это стоить? Можем ли мы с этим справиться и стоит ли оно того? Можем ли мы стартовать, начинать нашу деятельность на старте формирующей оценки? Как мы будем запускать наш проект, нашу программу, нашу стратегию организации, например? И это то, что касается формирующей оценки. Суммирующая же оценка – это оценка результатов. Уже когда мы провели ряд интервенций, ряд мероприятий, и оценка результата помогает нам определить, какие программы действительно приводят к достижению результатов необходимым получателям услуг. Оценка воздействия позволяет определить изменения в благосостоянии клиентов, насколько ли удовлетворены, есть ли влияние на наших клиентов благодаря тому, что мы реализовали проект, сделали очень много шагов, достигая наших целей. Оценка экономической эффективности использует экономические методы для оценки соотношения затрат и результатов программы. Какие же достижения, которые подлежат оценке? Это прежде всего вклад в программы, это на начальном этапе проекта. Оценка здесь может выяснять, действительно ли были проведены мероприятия, соблюдены ли сроки и другой временные рамки. Продукт – это оценка вклада, фокусируется на внутренней кухне исполнителя проекта, а оценка продукта на его внешнем выходе. Результат – это оценка результата проекта, имея целью выяснить, изменилось ли поведение у нашей целевой группы, на которых направлен был проект и интервенции. Уровень благосостояния и жизни целевой группы. Эффект и влияние четвертый. Четвертое достижение, которое может влиять на оценку – это эффект. Эффект или влияние. Оценка эффекта имеет цель установить, что изменилось в структуре проблемы. Это изменение в сообществе или в обществе, не только на уровне целевой группы, а в принципе на уровне громады. Повлиял ли наш проект, наша программа на изменение поведения или изменение отношения к определенным целевым группам в принципе в сообществе. Для чего может проводиться оценка? Оценка может проводиться для выявления потребностей и дальнейшего написания программ, для уточнения или урегулирования конфликтов, связанных со структурой проекта, для выявления проблем, мешающих реализации проекта, для того, чтобы помочь сотрудникам проекта совершенствовать свою работу, для того, чтобы убедиться, что проект реализуется по плану, для определения непосредственных результатов, первоначальных эффектов или воздействия, для совершенствования проекта для будущей реализации, для определения ценности, создаваемой проекту по отношению к затрачиваемым на него средствам. Идем дальше по презентации. И на этом слайде вы можете увидеть, какие формы оценки бывают. Есть несколько форм оценки. Это внешняя форма. И внешняя форма осуществляется независимыми специалистами, которые могут быть, как это может быть и запрашиваемые УДИ, и это может быть представители доноров, которые проводят независимую оценку, внешнюю оценку, как достигаются ли организации, те или иные результаты и цели. Оценка бывает внутренняя, которая проводится постоянно на протяжении реализации проекта. Внутренняя оценка, в принципе, проводится сотрудниками, организациями, которые не принимают участия в программе. И самооценивание программы, проекта, развитие организации, стратегии какой-то. Это самооценивание. Это уже когда сами сотрудники, которые участвуют в программе, участники программы оценивают, верно ли идем мы по правильному направлению идем, правильно ли мы реализуем нашу программу, наш проект, достигаем мы ли результат. Выбор того или иного варианта зависит от задачи оценки, характера проекта и доступных ресурсов. Какая разница от внутренней оценки и внешней оценки? Внутренняя оценка – это знание контекста проекта, программы. Во внешней оценке – это независимость и объективность. Внутренняя оценка – это усиление внутренних возможностей, когда мы внутри своей организации оцениваем наш проект, нашу программу, и мы тем самым усиливаем возможности наши в реализации проекта. Внешняя оценка – это независимость и необходимость содействия между заинтересованными сторонами. Внутренняя оценка – это приверженность и принадлежность внедрению рекомендаций. То, что касается внешней оценки – это техническая экспертиза. Внутренняя оценка – это ограничение ресурсов. Внешняя оценка – это усиление внутренних возможностей. Эта табличка, я ее представила для сравнения по стоимости, по видам оценки, по времени и какие соображения есть при проведении оценки. Первая колоночка по авторитетности – один плюсик – это минимальная авторитетность, и четыре плюса – это, конечно, та оценка, которая дает организации, в реализации проекта более качественные результаты. Значит, виды оценки бывают, я уже говорила, это внутренняя, бывает оценка с внутренним управлением и внешней поддержкой. Вид оценки такой, как с внешним управлением и внутренней поддержкой и независимая внешняя оценка. Не буду перечислять стоимость и время, вы видите, да, внутренняя оценка, она всегда будет стоить дешевле, и по времени, как бы, она будет, может быть, дольше быть, да. И, естественно, с внутренним управлением и внешней поддержкой и вид оценки, он немножко будет дороже, да, и по времени немножко меньше. И вот такой вот вид оценки, как с внешним управлением и внутренней поддержкой, немножко дороже будет, но по времени аудита, да, оценки немного меньше. И, конечно, независимая внешняя оценка, она самая дорогая, и она проводится в кроткие сроки. Какие соображения по внутренней оценке? Это приемлемая практика проведения оценки. Внутренний сбор и внутренняя отчетность позволяет определить уроки, которые необходимо извлечь и другую полезную информацию. Второй вид оценки – это более основательная практика проведения оценки. И принадлежащим проведением будут иметь большой вес во время внешнего аудита. И результатами такой оценки можно будет поделиться широким кругом заинтересованных сторон, особенно когда эффективность была подтверждена. И вот два последних пункта – это два последних вида оценки с внешним управлением и внутренней поддержкой. Независимая внешняя оценка. Такие соображения считаются наилучшей практикой проведения оценки. Такая оценка лучше подходит для отчетности перед более широкой аудиторией или заинтересованными сторонами. Делает оценку убедительной, объективной и имеет большой вес во время внешнего аудита. Каковы критерии оценки? Основными критериями и оценками являются актуальность – это совместимость задач проекта с реальными проблемами и потребностями общества и клиентов. Результативность – это уровень достижения и реализации определенных задач и мероприятий проекта, его последствия и влияние на положение бенефицаров общины в целом. Эффективность – это обеспечение реализации задач проекта за умеренные ресурсы, небольшие деньги. Это жизнеспособность, вероятность продолжения продолжительного влияния реализации проекта после окончания периода его реализации. То есть наш проект закончился, а услуги, которые мы можем предоставлять, остаются на уровне предоставления нашим клиентам. И, естественно, влияние. Влияние – это эффект, который дал проект на общину, на сообщество, на громаду и другие сферы, на других людей, которые могут быть задействованы в этом проекте. Мониторинг и оценка. Какие, каковы же схожести, различия в мониторинге? Вот сейчас мы перешли на тот этап, да, вот я рассказала вам об мониторинге, об оценке, такие основные, да, такие моменты. И сейчас можно будет выговорить нам вообще, в принципе, о мониторинге, оценке, в чем различие, в чем схожесть. Если мы берем такие критерии, как время, то в мониторинге – это непрерывный процесс в ходе реализации проекта, программы, планы или стратегии. В оценке же время производится во время действия проекта или программы, планы или стратегии, когда проводится среднесрочная оценка, или после завершения проекта в программ, планы или стратегии, когда уже есть заключительная оценка проекта. Такой критерий, как фокус, да, в мониторинге – это проверка успешности проведения запланированных мероприятий, определение оперативных трудностей, рекомендация действий для улучшения деятельности. В оценке же – это оценка достижения результатов, значимости, результативности, воздействия, принимая их мер и их влияние на результаты. Такой критерий, как цель в мониторинге – это повышение результативности и эффективности, обеспечение результатов или конечных продуктов деятельности. В оценке такой критерия – это изучение запланированных и незапланированных результатов, формулировка рекомендаций для поправок и дальнейших действий по написанию следующих, оценке потребностей или написанию следующих программ. Критерий смысл. В мониторинге – это достигнутые процессы, измеренные по множеству показателей. В оценке – это полнота соответствия показателям успеха, степень и качества. Кем в мониторинге – это часто внутренними силами персонала, организации, исполнителей. В оценке в основном производится специалистами со стороны, иногда персоналом самой организации, внешним по отношению к заинтересованным сторонам. Если мы говорим о критериях для кого, то в мониторинге – это в первую очередь для исполнителей. В оценке для исполнителей, но также и для спонсоров, бенефициаров, заинтересованных сторон, общественных и научных кругов в случае публикования результата, публикации результата. Перейдем дальше. На этом слайде, короткая информация, мониторинг – это информационный базис оценки. Если известно, как был выполнен план, трудно судить его правильность по фактической достигнутой ситуации. И регулярно проводимая оценка становится мониторингом. То есть мониторинг и оценка – это две составляющие, которые неразрывно связаны друг с другом и очень важны для достижения целей, результатов, реализации наших программ. Каково же основное предназначение мониторинга и оценок? Это, прежде всего, давать информацию. А, да, да, да. Если вы, то, что ты сейчас говоришь, это, ты знаешь, что, ты как этот заложник, который оправдывает террористов. Коллеги, я очень прошу вас, коллеги, упомяйтесь. Какие у них проблемы, какие у них проблемы? У них может быть все, что угодно. У них... Коллеги, я очень прошу, пожалуйста, выключите микрофон, у кого он включен. У них... Давайте дальше продолжим. Я извиняюсь, что такое небольшой перерыв. У нас по времени всего лишь час, осталось 20 минут. И мне хотелось бы дальше продолжить и рассказать об основном предназначении мониторинга и оценки. Прежде всего, конечно, это... Так... Прежде всего, это, конечно, давать информацию для принятия управленческих решений. Информация должна быть достаточной, да, полной, своевременной, надежной и достоверной. И какой основной вопрос, который решает мониторинг и оценка, это успешен ли проект, успешна ли программа. Так... Перейдем к блоку, который называется «Разработка и внедрение системы мониторинга». И я хотела бы вот немножечко повторюсь, да, для чего же нужна система мониторинга? Мы должны прежде всего определить и измерить результаты социального проекта. Как? Как это сделать? Этот вопрос должен иметь ответ. И если ответа на него нет и не может быть в принципе, то проект вообще в принципе бесполезен. Мы его запускать не можем. И система мониторинга – это система, которая делает получение, хранение, обработку, предоставление данных выполненного проекта, программы. Архитектура системы должна учитывать необходимость периодической разработки отчетов о прогрессе, регрессе во внедрении стратегии, а также доступа к информации со стороны институтов, которые проводят мониторинг и оценку, и для общественности. Каковы же вопросы системы мониторинга? Основные вопросы, на которые должен ответить система мониторинга – это какие данные собираются и их источники, индикаторы. Как часто и когда собираются данные? Периодичность мониторинга. Как собираются данные? Методология. Кто собирает данные? Кто анализирует данные? Для кого собираются данные? Как готовится отчет и перед кем происходит отчетность? Принципы системы мониторинга — это они создаются на стадии разработки программы, требуют глубокого понимания сущности программы, обязательное участие экспертов в данной предметной области, выделение ресурсов, поддерживающих работу системы, учет необходимости передачи системы исполнителям и обучениям. Основные, да, вот какие основы системы мониторинга — это вот пирамиды мыслов, да, и здесь первый блок — это, конечно, планирование, второй блок — это подготовка, третий — это сбор данных, четвертый — анализ и сравнение данных, пятый блок — это отчетность, и шестой, конечно, это та стрелочка, как мы идем, да, это использование, наших полученных результатов. Что мониторить? Какие показатели для нас важны? Если этот слайд был немножко раньше, но он был немножко по-другому, да, создан, у нас есть проблемная область и есть проблема, да, проблемная область, и мы идем к решению проблемы, используя наш мониторинг и оценку, и в процесс решения этой проблемы основной, да, внедрены очень много процессов, это и люди, и среда, и оборудование, и материалы, и технологии, и в принципе так и построена система мониторинга, которая отслеживает до начала проекта программы, на протяжении реализации проекта, до решения проблемы, вот именно так построена система мониторинга. Какая последовательность системы мониторинга? Первое — это разработка индикаторов, и, конечно, им надо дать определение. Мы определяем источники информации, где, откуда мы будем брать источники информации для нашего мониторинга и оценки. Мы выбираем методы сбора данных, определяем периодичность и график сбора данных, распределяем ответственность за сбор данных, да, предоставляем такую возможность лицам, которые будут отвечать за сбор этих данных. Сформировываем каналы передачи данным лицам, принимающих решения, определяем порядок обработки данных и разрабатываем соответствующие инструменты, определяем схему распространения и использования информации, обучаем людей, которые будут заняты в проведении мониторинга, и, конечно, предусматриваем бюджет и расходы на мониторинг. Мы много говорили о показателях и индикаторах, я хотела бы немножко остановиться, что такое индикаторы. И какими, вот на этом слайде, да, вот есть прошлое, есть будущее, вот такой островок, где стоим и не понимаем, как, какие они, да, как они использовались, эти индикаторы, да, считали, что мы на этом добьемся до другого берега. Как, 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 как использовать, да, как, как применять эти, что это вообще такое. И определение индикатора, это, индикаторы есть как количественные, так и качественные. Эти показатели, которые служат простыми надежным средствами изменения достижения, отражают изменения, вызванные программой или помогают оценить деятельность структуры, осуществляющей программы. Индикатор — это инструмент мониторинга, с помощью которого измеряется достижение цели проекта с возможностью их объективной проверки. Индикатор позволяет ответить на вопрос, какой достигнут прогресс, достижение цели и достигнут ли он вообще. Индикатор определяет эффективность деятельности путем сравнения реальных результатов с ожидаемыми. И индикатор не раскрывает причин, по которым не удается достичь прогресса. На этом слайде видно, что… Сейчас, минуточку. Так, минуточку. Вот здесь видно, индикаторы результатов — это не то же самое, что результаты, и один результат может описываться рядом индикаторов. Да, вот мы видим машину, которая должна проехать с правой и с левой обрывы, да, и здесь индикаторами являются зеркала у машины, да, когда водитель будет смотреть в зеркала, он будет понимать, да, как ему правильно проехать и не сорваться машиной в обрыв. На этом слайде видно, как можно определить, выбрать индикаторы. Это, прежде всего, это определение базовой структуры, определить ключевые вопросы пользователей, составить список возможных индикаторов, тест на соответствие критериям, определение способов проверки, определить частоту предоставления данных, определить оптимальный набор индикаторов, пересмотры и изменения. Если нам это необходимо будет. Качественные критерии индикаторов, они бывают SMART и бывают SPACED. SMART – это конкретные, измеряемые, достижимые, соответствующие, нужные и своевременные индикаторы. SPACED – это субъективные, обсужденные коллективно, понятно, однозначные, сравнимые, проверяемые, направленные на поддержку целевых групп и разнообразные. Какой же является индикатор самым идеальным? Идеальным являются индикаторы, первое – это индетичный, ясный, понятный и недвусмысленный. Доступный – иметь разумную стоимость. Уместный – соответствовать рассматриваемому предмету и быть тесно связанным с отслеживаемыми целями. Адекватный – должен обеспечивать достаточную основу для оценки результатов деятельности. Контролируемым – должен подлежать независимой проверке. Определение индикаторов. Как мы можем определить индикаторы? Здесь небольшой пример для определения индикаторов. Например, целью нашего проекта является улучшение положения в здравоохранении. И установить качество, установленное качество природы индикатора – это повышение продолжительности жизни. Установить целевую группу кто? Это повышенно продолжительность жизни у мужчин. Здесь мы устанавливаем целевую группу – это мужчины. Повышение качества жизни, которое будет улучшено. Место, где будет происходить продолжительность жизни у мужчин. Мы здесь выделяем на востоке Украины. Устанавливаем количество. Например, это будет возраст. И этот индикатор будет звучать. Продолжительность жизни у мужчин на востоке Украины повышена с, например, 25 до 50 лет. И устанавливаем время. Продолжительность жизни у мужчин на востоке Украины повышена с 25 до 50 лет к 2021 году. Это вот такой пример определения успешного лучшего индикатора. И вот такой еще небольшой пример в картинке, где мужчина спрашивает, что это у тебя такое на лбу? Да, это индикатор плохого настроения у моей супруги. Это тоже как бы пример, как может выглядеть, как может звучать индикатор. Какие бывают индикаторы? Виды индикаторов бывают, как прямые и непрямые, количественные и качественные, глобальные, стандартные и местные. Эффективный монетаринг требует рассмотрения пяти элементов проекта или программы. Это логическая модель проекта, и она разбита на пять основных элементов, которые делятся на два. Это планируемая работа и ожидаемый результат. Это прежде всего ресурсы, это вклад, это действие, которое мы предпринимаем на протяжении реализации проекта. Это продукт, это то, что мы хотим видеть. Это результат достигли ли мы нашего продукта, и влияние, в принципе, влияние, это такая, можно сказать, даже долгосрочная цель, повлияла ли наша программа, наш проект, в принципе, не только на целевую группу, но и на сообщество в целом. И мы делаем такие допущения, для того, чтобы выстроить нашу логическую модель, выделить индикаторы для каждого результата, и, соответственно, влияние нашего проекта на сообщество. Есть такая вот логическая матрица, LogFrame, где мы расписываем, но это уже более практическая такая работа, мы, конечно, не успеем сегодня с ней познакомиться, но для, в принципе, для ознакомления такая логическая матрица составляется при написании программы, проекта, стратегии. Вот у нас есть цель воздействия, в принципе, целей, их может быть достаточно много, на каждую цель должен быть индикатор, и доказательство того, что эти цели будут воздействовать, цели воздействия на нашу программу, на наш проект, да, и здесь вот в колонке есть цели проекта, продукты, которые мы можем получить, и действия. Такая логическая матрица в основном используется, как я говорила уже, при написании, при подготовке проектных заявок, да, или при написании стратегий, и согласно этой логической матрице мы проверяем наши, оцениваем наши, мониторим наши индикаторы, и на протяжении деятельности проекта, реализации нашего проекта, программы мы сверяем наши действительные планы, фактические планы, запланированные мы согласно логической матрице. Какова логическая структура результатов? Начну снизу, вверх по стрелке, и первым, основным результатом является вклад. Здесь мы измеряем количество и качество своей временности, доступности ресурсов для реализации программы или проекта. Второй этап – это процесс, это измерение способов реализации программы и проекта. Третий – это продукт, это измерение количества, качества и своей временности получения продуктов, товаров и уступ программы или проекта. Четвертый этап – это результат, это измерение промежуточного эффекта программы или проекта, часто соответствует изменениям поведения клиентов в программе. И, конечно, пятый – это То самое главное, наша цель, наша задача – это влияние, это измерение количества и качества долгосрочного эффекта результатов и результатов программы. Например, склад, количество раздаточных материалов. Процесс – это количество мероприятий, количество участников, тренингов, например. Продукт – брошюра просветительского характера, количество выпускников программы. Результат – для людей, которые изменили свое поведение, и количество людей, которые изменили свое поведение. Доля людей, которые изменили свое поведение, и количество людей, которые изменили свое поведение. И, конечно, влияние – это самая глобальная цель – это уменьшение уровня заболеваемости или смертности. Существует три правила при разработке индикаторов, и они руководствуются тремя правилами. Правило первое – это должно быть несколько индикаторов для мониторинга каждого результата. Правило второе – индикаторы должны учитывать интересы многочисленных заинтересованных сторон и в то же время находить баланс между ними. Правило третье – со временем нормально и ожидаемо добавлять новые и убирать некоторые старые индикаторы для совершенствования системы мониторинга, основываясь на анализе ранее собираемых индикаторов и новых задач. Что следует помнить? Следует помнить, что требуется помнить, что необходимо отбирать индикаторы. Их не должно быть очень много, но не должно быть мало. Должны быть небольшие затраты на сбор данных для индикаторов. Должна быть доступность данных для индикаторов, возможность периодического определения индикаторов, измеримость числа или процента, измеряемые индикаторы либо в абсолютных числах, либо в процентном соотношении, доступность и легкость толкования индикаторов. И, конечно, источники информации должны быть доступными. Если прогресс незначительный, то система мониторинга должна учесть следующее. Базовые данные, единицу измерения, инструменты измерения данных, периодичность измерения, подходы к сравнению для каждого индикатора. Основные положения об использовании показателей индикаторов — это, в принципе, показатели очень необходимы для мониторинга и оценки проекта или программы. Показатели являются частью системы мониторинга и оценки. При разработке показателей нужно следовать определенным правилам. Разработка хороших показателей требует времени и глубоких знаний в конкретной предметной области. И на все вопросы можно ответить с помощью показателей. Исходные данные — это информация количественная и качественная. Те индикаторы и показатели, которые мы собираем, это которые обеспечивают данные на начало деятельности проекта. И перед началом мониторинга. Используются они для того, чтобы определить исходный момент, выяснить объемные структуры деятельности, отражаемые индикатором. Измерить количество, качество реализации проекта, измерить динамику изменений. Основные источники данных — это лица или объекты, которые обеспечивают данные именно. Письменные источники информации на электронных твердых носителей. Лица, обладающие информацией — это бенефицары, другие заинтересованные стороны, партнеры, государственные служащие и другие стейкхолдеры, общественно-социально подготовленные наблюдатели. Данные делятся на первичные данные, которые собирают работники организации или программы для целей мониторинга непосредственно относителей информации с помощью опроса, прямых наблюдений и собеседований. И вторичные данные — это данные, полученные другими лицами для других целей мониторинга. Они часто позволяют сэкономить ресурсы для сбора информации, но необходимо быть внимательным при их интерпретации, проверять надежность и достоверность. Каковы методы сбора данных для мониторинга? Первое — это самооценка, фокус группы, интервью, исследования, анализ, содержание документов, наблюдение фотографии, встречи с общественной, публичные дискуссии, по месту жительства, опрос общественного мнения, история успеха и так далее. Кто может быть исполнителем мониторинга? Исполнителем мониторинга... Вот на этой картинке видно, да, что с тобой случилось? Ничего страшного. Побывал на семинаре, и теперь мониторна правильность перестановки ног. Вот. И мы поговорим о том, насколько важно... Насколько важно давать, да, вот мониторинг и оценку исполнителям. Кто эти исполнители? И исполнители во внутреннем мониторинге — это сами участники проекта программы, внешнего мониторинга — это независимые эксперты. И, конечно, сочетание внутреннего и внешнего мониторинга вполне возможно при реализации проекта, программы, стратегии, и они сочетаются. Внутренняя и внешняя экспертиза — это сочетание двух, да, вот, правильного мониторинга и правильной оценки, которая будет достоверной и будет достоверной. Привлечение заинтересованных сторон. Важным шагом в разработке системы мониторинга является составление списка всех заинтересованных в реализации программы сторон. Определение заинтересованных сторон отдельных индивидов и организаций важно для того, чтобы учесть мнение всех, кто так или иначе почувствует на себе результаты внедрения определенного проекта, программы, стратегии или развития людей, которые касаются развития организации. Необходимо провести встречи со всеми заинтересованными сторонами для определения их информационных потребностей. Три типа, существует три типа заинтересованных сторон. Это основные заинтересованные стороны, второе — это первоочередные заинтересованные стороны, второстепенные заинтересованные стороны. Зачем проводить анализы заинтересованных сторон? Во-первых, это интересы всех заинтересованных сторон, в частности, потребности в информации. Потенциальные конфликты интересов и риски, которые могут ставить под сомнение успех программы. Возможности, на которые можно полагаться при реализации программы. Группы, которые будут привлекать к участию на разных этапах разработки и реализации. Пути совершенствования, программы уменьшения или желательно ликвидации, воздействия возможных негативных последствий на измене группы населения. Вот эта табличка, это как образец, правильный план мониторинга. И она выглядит так, где мы выставляем наши индикаторы и показатели, пишем наш результат. Как я говорила, изначально результатов может быть несколько и индикаторов каждому результату может быть несколько. Они должны быть, повторяю, соизмеримы, простыми и показывать нам те результаты, к которым мы уйдем на протяжении проекта или программы. И это, конечно, я могу вам, если необходимо, скинуть такую табличку. При необходимости, конечно, могу помочь заполнить такую табличку, если необходимо. И вот согласно такого плана готовится мониторинг оценки, например, по результатам, по целям, по сбору информации, источникам данных, единицам измерения в проекте, в программе, в стратегии или в развитии вашей организации. Сейчас немножечко расскажу об описании индикатора. Это первое, к чему относится индикатор. Например, это должна быть поставлена цель, задача, продукт и действие. Название самого индикатора, определение индикатора, исходное значение индикатора, целевое промежуточное значение, плановый срок достижения, период использования, частота измерения, источники информации, метод сбора данных, метод регистрации данных, кто ответственный за сбор данных и какие-то примечания, которые необходимы в достижении целей, каждому результату индикаторов. Использование результатов мониторинга. Изменение направленности или способов реализации проекта и программы. Так мы используем мониторинг и оценку. Это передача информации финансирующим организациям и заинтересованным сторонам. Это проведение оценки проекта или программы, насколько был он успешным. Повлиял ли он на наше сообщество, имеет ли он результативность. Стоит ли продолжать внедрять этот проект, либо мы не достигли наших целей. И последний слайд. Система мониторинга. Я хотела бы сейчас обратиться к моим слушателям и задать вопрос, как этот слоненок. Вы прослушали мой вебинар. Как вы считаете, удалось ли нам создать достаточно надежную систему поддержки и противовеса? Понятно ли вам было, о чем мы сегодня говорили? Я также жду от вас вопросов, если они есть. Я готова их увидеть у вас в чате, у нас в чате и постараться ответить на эти вопросы. И еще раз хотела бы сказать, что мониторинг и оценка позволяют нам понять, работает ли программа. Каким образом? Мониторинг и оценка помогают усилить эффективность наших проектов, программ. И также способствуют развитию фандрайзинга, поиску, привлечению денежных средств, источников финансирования. И, конечно, благодаря мониторингу и оценке мы оптимизируем процесс принятия решений и достигаем поставленных целей проекта, программы, стратегии или в развитии организации. Жду ваших вопросов. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Так, давайте я посмотрю. Эта тема очень важна и интересна для меня. Если можно, я хотела бы попросить делать, презентовать на русском языке. А это в начале еще нашего вебинара был задан вопрос мной, будет ли нам, читать ли я вам вебинар на украинский мове, на российский. Так, может ли во время работы над проектом меняться задачи? Во время работы над проектом, когда у вас есть проектная заявка или программа, да, которая уже утверждена, задачи меняться в принципе не могут. Такую оценку необходимо для того, чтобы не менялись задачи, да, и наш кораблик не отходил от намеченного плана, да, с пункта А до пункта Б. Такую оценку важно проводить перед внедрением проекта, да, где мы четко и конкретно оцениваем, ставим наши цели, да, влияние, какой у нас будет цели, наши задачи. И непосредственно уже в реализации проекта мы можем только корректировать, да, как мы можем достичь этой задачи, этой цели на протяжении реализации, чьими силами. И вот благодаря решению таких вопросов мы, конечно, должны и использовать мониторинги и оценки. Можете выслать презентацию. Спасибо. Конечно. Если можно, тогда электронные адреса в чат, и я с удовольствием поделюсь этой презентацией. Если еще есть у кого-то вопросы, я готова ответить. Если нет, мы можем заканчивать наш вебинар. Давайте подождем еще минуту-две, может, кто-то отреагирует. Ни у кого вопросов нет. Я благодарна вам за то, что вы выслушали. Я очень рада, что я поделилась с вами своим опытом в плане основ мониторинга и оценки. И желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Буду рада еще с вами пообщаться, увидеться в последующих вебинарах. Все, до свидания. До зустричи. До побачения.